здесь вот есть такой вопрос он часто на самом деле встречается вот человек очень уважительно пишет стараюсь не делать поспешных выводов но после новостей о свадьбе геев в искон отравление пропады и так далее остается осадок который не отдать не дает открыть сердце вот что с этим делать как это убирать мы смотрим на луну и на луне из пятна и эти луны пятна на луне могут для кого-то все измерно придирчивого астронома лишить радости и прогулки при лунном свете давайте определимся для чего нужна луна требуется ли от нее безупречной чистоты и не оскверненности пятнами чтобы она радовала нас наш взор если требуется то мы наверное ошиблись землей наверное ошиблись миром здесь нет такого на и не будет скорее всего никогда все то что матери на мире происходит она сопряжена с недостатками однако шива пропада которому тоже иногда предъявляли претензии по отношению к качествам его учеников всегда на это отвечал что не стоят под душами трутся и моются оттираются от грязи и если вы положите много то это чистота проявится и вот какие-то отдельные эпизоды которые процитировали кто-то где-то вопреки тому что деби сета не поддерживает что-то провело и теперь это да даже в глазах людей перечеркиваю всю 50-летнюю славную историю проповеди совсем других принципов факт это же самое с отравлением пропаду стола кому-то что-то сказать найти что-то в волосах несмотря на очевидную глупость этого утверждения уж хотя потому что пропала те кто общались с ним знали что от него ничего невозможно было скрыт там он читал мысли насквозь насквозь он знал своих приближенных учеников как свои по 5 пальцев и преданные боялись думать даже при нем о чем-то грязно не говоря о том чтобы нашлись коварные планы присутствующего потом чтобы отравить опять же люди которые утверждают что пропада мог воспитать таких себе на голову учеников которые при первой возможности его травили просто считают пропадами наивно совершенно не приспособлены пропаде на западе человек там там на самом деле я могу сказать просто поскольку пришлось в какой-то момент немножко с этим познакомиться вот обычно все вот эти вот громкие слухи не имеют под собой вот настолько оснований что даже знаете даже иногда смешно становится просто вот из чего слепили там конкретно с этим с отравлением пропад там есть много совершенно научных там и медицинских объяснений почему это все чушь но мне больше всего понравилась история что фонетический анализ вот этих вот страшных шепотов таинственных проводили а на английском языке и еле-еле там просто по букве набрали что вот отравили отравили вот но при этом если провести этот же анализ на бенгале на котором собственно говорили значит говорили там люди то выяснится что это просто обсуждение причем понятных совершенно людей вот этот смех кришнадасу бабаджи принадлежал и они общем обсуждали куда они поедут и это что нам для того чтобы выстроить эти фразу про отравление на английском пришлось прям сильно потрудиться вот для того чтобы из этих же звуков собрать фразу обсуждение куда мы поедем на бенгальском не нужно трудиться нужно просто пригласить бенгальск вот то есть вот вот она вот так вот вся эта штука собран и по поводу свадьбе это здесь тоже нужно сделать оговорку одну мы не можем выбирать кто к нам приходит и пропада никогда не делал от он знал что судьи учеников причем даже очень близких учеников которые служили мы непосредственно были люди его с нетрадиционной ориентации узнал об этом и он допускал их своему услугу служению в себе лично разумеется он как парамахамса не был подвержен никаким образом каким-либо осквернением этого мира и благодаря служению ему эти люди напротив очищались и пропада заложил в наше движение принцип милосердия сострадание заключается в том что мы принимаем людей с самыми разными уровнями и видами обусловленности в этом смысле традиционная одержимость это держим из традиционным сексом ничем не лучше в таком вот высшем смысле духовном чем одержимость нетрадиционным сексом секс и он очинаково вреден для человека в том и в другом варианте и пропада давал возможность всем очиститься и мы как движение которое продолжает его послание его дух очевидно открываем ворота и двери для своих храмов для всех людей и пока они остаются в рамках четырех регулирующих принципов которые однозначно исключают по крайней мере логическом на философском уровне освещение браков между людьми одного пола очевидно совершенно пока они удерживают себя в рамках четырех регулирующих принципов пока они повторяются эти имена пока не остаются верными на столе ниши пропады и стараются преодолевать свою обусловленность для этого для них есть все инструменты и все возможности в этой практике они не должны считаться чем-то хуже или как-то врожден демоничнее чем другие люди пока они остаются в этих рамках человек принял принял этот этот он чисто функционально чисто что у него на сердце это счастью в кальюгу не является основой для наказания слава богу для большинства людей это новость большое облегчение что то о чем мы думаем не является основанием для наказания не является последованием не создает кармических последствий однако общество наше движение развивается в быстротекущем быстро меняющимся политическом законодательном ландшафте и в некоторых странах мира теперь отказывать людям такой такой ориентации в праве заключается большим преступлением заключить это свой брак и осветить все по канонам ту религии которые они как бы принадлежат является уголовно-аказуемым преступлением ведь в искон пока еще нет на уровне руководства единой позиции потому как вести себя в таком юридическом пространстве когда реально за отказ освещения браков такого рода человек или руководство может повергнуться уголовному преследованию очевидно что это новая тема ее не было время нашего правопада и искон руководство искон не поступая с наставлением правопада этот счет и в то же самое время не поступая с его духом дать людям максимально возможные способ возможности до духовной практики пытается сейчас найти ту линию поведения и ту стратегию который больше упаду духа творила и низком по не пошла бы накануне с его наставлениями а эти отдельные эпизоды очевидно это следствие экспериментов на эту тему в разных местах и поэтому нельзя считать что они не являются альтера из колледжа я бы я бы честно говоря посоветовал вот преднему который задает этот вопрос просто найти старшего с которым можно конкретно проговорить те конкретные вещи которые волнуют потому что ну вот мой опыт он показывает что если вот взять любую эту историю копнуть ее не на уровне слухов она действительно уже тогда сесть разобраться или спросить у того кто садился разбирался но ничего кроме улыбки такие вещи вызывать не будут